Сегодня в видео запушу один кубок до легендарной лиги, потрачу целую кучу ресурсов, зарегистрируюсь в легендарной лиге, ну и потрачу волшебные предметы. Всем привет друзья, с вами Тим и это новое видео на аккаунте Варвара, ну или же рубрика Путь Варвара. И сегодня наконец-то я завершу долгожданный поход, который я сделал буквально за 3 дня. Я его мог закончить еще 2 дня назад, но серия роликов немножко разнообразилась, например на основе записывал, на столице, ну в общем-то выход ролика с легендарной лиги только сегодня. Поэтому, господа, один кубок остается всего до 5000 трофеев, это мы конечно же сегодня сделаем, но изначально потратим целую кучу ресурсов и покажу изменения спустя неделю получается, потому что идет хаммер джем и как вы понимаете забор я очень быстро прокачал. По крайней мере за полмесяца примерно я докачал забор до 14 уровня, ну и уже начал качать на 15 левел. Конечно, то что выходит новая ратуша, это не очень, потому что забор я на этом аккаунте, по-моему, никогда не докачаю, так как после обновы, скорее всего, активно будет прокачиваться уже не этот аккаунт, не эта рубрика, а основной аккаунт. Но все же, какие-никакие прокачки я тут буду делать на этом аккаунте, да и в принципе сейчас тоже давайте прокачаем стены, хоть что-то проапаем, хотя по сути мне апать-то толком и нечего, кроме как забор, один строитель на это и выделен. Иначе, я не знаю, чего я прокачивал, ведь дефенс у меня на этом аккаунте, первый левел, не забываем, это смысл рубрики. И в комментариях я прочитал то, что не стоит открывать шестого строителя, пускай все соответствует первому уровню, весь дефенс первого левела, ловушки там, ну все абсолютно. Так что ладно, пока что я закрою эту тему и не буду прокачивать дефенс. Кстати говоря, я еще хотел книгу героев потратить на хранителя, потому что чемпион и так капается. Я вчера купил у цыгана книгу, ой не сюда, и соответственно ее нужно куда-то сливать, поэтому давайте сольем на хранителя. Кинга с королевой я и так более-менее прокачал, их пока что хватает, а вот хранитель и чемпион, ну нужны как минимум 30 уровня. Хотя бы ладно, хранителю 30, а чемпион 20+, но я его решил зафулить, как вы знаете, поэтому делаем вот так, потом вот так. Ну и все, один левел и будет еще плюс минимальная способность. Остальные ресурсы, конечно же, тратим на забор. И, блин, забор по 7 колец качается, обалдеть. Это я, это я сколько я купил колец, подождите-ка. Я за медали покупал кольца и я купил... О, ну теперь, конечно, не очень выгодно покупать кольца, но, блин, все равно тратить куда-то надо, поэтому колечки идут сюда. Даже на следующий левел не хватает. Всего 2 заборинки, получается, я прокачал и все. Ладно, окей. Скорее всего, я медальки теперь буду сливать не на забор, потому что забор и так хорошо уже пропан. Скорее всего, пойдут медальки на ресурсы деревни строителя. Так, с какая я тоже собрал ежедневный бонус, который у меня там копился, тоже тратим, конечно же, на забор. И половина этого ряда тоже уже прокачана. Один ряд, это 25 заборинок, то есть уже почти 50 заборинок на этом аккаунте прокачано. Остается еще немножко дарка, ну и этот дарк пойдет, скорее всего, на буст варваров, супер варваров и, соответственно, на прокачку чемпиона. Но чуточку попозже. Ну а сейчас я предлагаю вам пойти в бой и все-таки запушить этот один кубок. Я не знаю, как так получилось, я не подгадывал, специально ничего не делал, просто остался один кубок до легендарной лиги. В прошлом видео о походе, где я запушил чемпионскую лигу, я рассказывал о сложностях данного похода, о пуши кубков только варварами. Ну или супер варварами, кому как удобнее. И я там рассказывал то, что сложностей нет. Ну и на самом деле до сих пор сложностей нет. Бывают, конечно, моменты, когда ты не берешь двушку, то есть ратуша стоит слишком глубоко и из-за этого сливаешь. Но при этом ты же все равно берешь звезду, то есть ты не в минус уходишь, одним словом. Так что все равно, без разницы, сколько бы ты там ни пушил, все равно плюс, значит плюс. Ну и здесь, соответственно, то же самое. Доходя до этой лиги, я не отказывал себе ни в чем, я даже фармил бывало. Просто специально брал одну звезду и при этом сфармливал с чела. Ну и, как вы понимаете, все это успешно. Так, давайте закинем рейдж. Джамп, я думаю, тут уже не сильно нужен, поэтому я даже в начале его могу закинуть. Таран просто у нас медлительный. Давайте еще так закинем. Рейдж с ГК можно закинуть. Варваров остатки. В ГК у меня, по-моему, ничего не было же, да? Прожмем давайте героев уже просто. Не вижу смысла реально ждать чего-то. Мы сейчас ТХ благополучно заберем. Можно вот так зафризить, кстати говоря. И, кстати говоря, что у нас там, я не понял. А что мы ТХ не забираем? Что-то мы как-то ТХ с вами не забрали, слушайте. О, королева, давай, хорош. Фриз прям идеально. Не, ну слушайте, думал будет попроще. Оказалось, что кое-как добил ТХ. Ну ладно, неважно. Я бы хоть как бы сейчас запушил легендарную лигу, потому что мне бы хватило даже одной звезды. Ну и, в принципе, возвращаемся домой. И вуаля. Так, а почему оно не отображается? А, я должен на лигу нажать, и потом оно обновится. Да, круто. Теперь у меня бонус гигантский. Ну, естественно, я тут не выживу вот с таким вот дефом. Но эпично, согласитесь. Все, что я планировал, я сделал на этом аккаунте. Это запушил легендарную лигу, дошел до фулл-ратуши. Да, конечно, не успел ее зафулить из-за того, что в этом году появилась ТХ-15. Но как бы и пофигу, вот реально. Самое главное, что теперь легендарная лига есть на аккаунте. Я могу зарегистрироваться. Не знаю, буду ли я это сейчас делать или же нет. Посмотрим. Но сейчас, кстати говоря, по поводу волшебных предметов я сказал, что потрачу. Я так посмотрел на волшебные предметы и понял, что тратить-то толком и нечего. Есть две руны, которые я либо потрачу на переход ТХ-15. Хотя переход еще не скоро, мне кажется. Как минимум месяцок-то точно придется поиграть. Либо же, когда будет 20... Ой, не 20, а 15% удешевление. То есть еще дешевле забор станет. Я потрачу эти руны на забор. Хаммерджем как раз это позволяет. Через 4 дня он заканчивается. А новые задания в пропуске через пару дней. Поэтому чуть позже потрачу руны на этом аккаунте. Ну и, в принципе, почему бы и нет. Можно нажать кнопочку регистрация. Пока у меня идет подбор противников на основной базе, решил залететь на ДС и показать, что творится у меня тут. У меня есть две руны, которые я тоже могу потратить на прокачку забора. Так как основную часть, практически всю я вкачал. Нужно вкачать несколько хранилищ. И, в принципе, рудник с кристаллами, которые добывает машину. Ну, естественно, лучше качать машину, нежели чем рудник. Ну и самое главное то, что теперь у меня варвары 18 уровня. Конечно же, сейчас пройдем протестируем их. Но для начала давайте начнем прокачку забора уже до 5 уровня. Как вы понимаете, ДС на данный момент похожа очень на основную базу. Тут тоже все первый левел, и при этом прокачаны только варвары. Ну, практически только варвары. Так что сливаем ресурсы на забор. Давайте, наверное, руну... Ну, хоть как придется юзать, потому что в пропуске еще одна руна имеется. Так что юзаю. Но хранилище обязательно попозже вкачаю. Даже... Да, наверное, после 15 левела машины, как ее только прокачаю. Сегодня хочу поставить уже на 14 левел. Да, даже сейчас, если зафармлю, обязательно поставлю. Поэтому потихонечку прокачиваем стены. Ну, больше-то и нечего, по сути. Поэтому погнали протестируем. У меня есть только варвары. Бомберов нет. Поэтому топовых атак явно не будет. Ну и, скорее всего, я сольюсь с первой атаки. Но попытка не пытка. Давайте для начала почистим немножко. Варваров много. Они сильные. Фуловые. Поэтому закидываем машину в роли танка. И забираем караульную, самое главное. Я, кстати говоря, забыл про ловушки. Нужно не сильно много закидывать варваров изначально, чтобы протестить, проверить все эти ловушки. А вот здесь вот уже нужно немножечко побольше сейчас накинуть, чтобы быстренько забрать дробельщика. Иначе он нам сделает гг. Ну да, он уже сделал машине гг. Так, тогда сюда тоже закидываем. И потом я кучно прям закину варваров. Вот, например, сейчас идеальный момент. Сейчас, да, срабатывает. Шикарно. Правда, там у нас мортира еще делает не очень хорошие вещи. Но, в целом, я как понимаю, мы тут просто-напросто ТХ и не сможем забрать. Мы туда даже и не доберемся. Но это не точно. Закидываю пачку варваров в центр. И, по идее... А, уже забрали. А, подожди, трешка, что ли? Не, ну, очень быстро, конечно. Варвары 18 левел ощущаем. Прям 17 левел не такой был быстрый и погибал побыстрее. Хотя там способность, по-моему, добавлялась другая. По идее, если противник еще атакует, какой бы результат у него сейчас не был, я хоть как победил. И, кстати говоря, судя по кубкам, вы понимаете, что я хочу сделать на этом аккаунте. Скорее всего, когда машина будет посильнее, я тогда смогу это осуществить. Это 3000 кубков с первым левелом дефа. И, соответственно, получить ачивку в 1000 гемов. Эта 1000 мне немножечко поможет в прокачке героев. Потому что я до сих пор активно у цыгана покупаю книги героев. Да, я тут, скорее всего, победил, потому что он атаковал меня дольше. Но, естественно, все меня берут на 3 звезды. Ну, практически все. И я выигрывать буду только из-за времени. А так я уже могу себе позволить поставить машину на прокачку. Ну, вот и обновилась лига. Я, кстати говоря, попал прям в 8 часов. Это обновление лиги и обновление атак. То есть мне доступно 8 атак. Ну и, соответственно, в обороне у меня сейчас рофлобаза стоит. Я ее менять не буду. Пускай это будет нажива для кого-то. Естественно, подниматься и как-то играть в легендарной лиге я не смогу. Тут просто фуловый ТХ-14. И, ну, как вы понимаете, меня снесет даже ТХ-10. А им так это тем более. Какую бы я базу не ставил. Ну и в защите у меня будут сидеть гоблины. Ну и остается только лишь пойти в бой тем, что имеется. У меня даже 3 героя всего. Короче, у меня просто варвары. Вот и все. Так что от легендарной лиги другого чего-то не ожидайте. Я тут ничего не смогу сделать. Тем более соперника я не выбираю. Я атакую того, кого мне дадут. Так что давайте попытаемся хотя бы двушку сделать. Естественно, если я возьму мало процентов, мне много кубков не дадут. И толку от этого очень-очень мало. Тем более, кстати говоря, против варваров мне закинули в КК шариков. Вообще круто. Прям огонь. Просто огонь. Так, закидываем хил. Закидываем рейдж. Закинем, наверное, еще джамп вот такой какой-нибудь. Ну и, скорее всего, варваров целую кучу. Плюс потом полетел у нас дирижабль. Хранитель на воздух. Прожимаю хранителя. Закидываю хил. Зафрижу давайте вот эту вот область. Тут можно зарейджить. Блин, скорее всего, мы сейчас даже и не долетим, да, до ратуши? О, не долетели, похоже. Давайте закину вот сюда хил тоже. Ну и остатки варваров, наверное, вот здесь как-то. А, мы даже не добили. У нас там присосал, короче, торнадо. И в итоге гоблины не успели добить ратушу. Под рейджем даже. Короче говоря, скорее всего, даже звезду не смогу. А не смогу, смогу. Блин, если бы сейчас гоблинов у меня сидело больше бы, я бы взял бы две звезды даже в легендарной лиге. Это круто. Не, по идее, можно 8 атак провести. Я, возможно, бы. Хотя не. Если считать, что 8 атак умножить на 4, это 320 кубков с меня минуснут. Не, я тут просто не приживусь. Поэтому завершаю бой. И, как вы понимаете, даже что-то в легендарной лиге я могу показать. Так что 5026 кубков имеем. Поэтому, господа, на сегодня ролик будет заканчиваться. Скорее всего, следующее видео уже будет с переходом на основном аккаунте на ТХ-15. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok